Уже много воды утихло с тех пор, как мы играли с канадцами с Вашингтоном. Долго обсуждалось это и в команде у нас, долго обсуждалось это и болельщики обсуждали все эти моменты нашей игры. Ну, в чем была наша преимущество в том, что мы уже чемпионат начали играть, а канадцы подъехали, они еще ни одной игры не сыграли в чемпионате, у них не было еще чемпионата начата, и то, что у нас были большие площадки. А у нас минусы в том, что мы никогда не играли с канадскими профессионалами. Играл только Александр Сергеевич Якушев, который на установке все время нам говорил, что они вам ни одного метра не отдадут и будут играть до последней минуты. Но так оно и получилось. Мы сыграли 7-7 и по регламенту должно состояться овертайм. В нашем чемпионате мы еще не играли овертайм, и для нас было это в диковинку. Поэтому, как вы знаете, мы проиграли это 7-8. Но я хочу еще раз повторить, потому что мы играли, выложились на все сто процентов. Я думаю, что у болельщиков к нам принтежи никаких. Мы их порадовали очень хорошими голами, на любой вкус. Мы сыграли достойно. Ряд эпизодов, конечно, осталось на моей памяти. Первое – это большой ажиотаж игры. Приезжают инхаряловцы. По сути, в Москву долгое время их не было. Второе – если это ажиотаж, значит, раскуплены билеты. Ну, и то, что там говорили перед игрой, что мы будем иметь преимущество с тем, что у нас площадка больше, чем инхаряловцев, и у них там часовой перелет. Нет. Они уже обвыклись. В Швеции они выиграли две игры. Игра была интересной. Ну, было много забитых шайб. Я помню, мы все время как-то вели счеты, и американцы отыгрывались. Увертайме они забили гол. Мы расстроились, переживали жутко. Но что сделаешь там? И то, что мы забили семь шайб в ворота инхаряловской команды, ну, может быть, какое-то было слабое утешение. А также слабое утешение было в том, ну, опять, для нас это никак не играло роль. В перерывы выступали мальчишки и поделились на две команды. Наши мальчишки, школьники, играли между собой. Одни играли в майках Спартака, другие в майках Вашингтон-Капитал. С фабулитом выиграли мальчишки. Ну, один-один в серии. Так, вроде смеха. В целом, конечно, впечатления были и до игры, и после игры большие. Потому что до игры была такая восторженность, напряженность, ответственность. А что, как пойдет, мы даже не понимаем. Потому что для нас, еще раз, как скажу, было это впервые. К тому времени мы уже прошли предсезонную подготовку, сыграли игры. Команда была готова очень хорошо. Настраивались на игру. Тренеры нас, в общем-то, не напрягали, чтобы мы выиграли. Александр Сергеевич всегда говорил, что надо показать все самое лучшее, что мы умеем на сегодняшний день. А к тому времени мы достаточно много чего умели. И проверить себя на этом уровне было очень почетно. Игра, как оказалось, была очень результативная. Забили аж 15 шайб. Основное время закончилось там 7-7. Пропустили в овертайме гол. Совсем такой необязательный. Скажу так, что к тому времени, в общем-то, мы... У нас не было опыта овертаймов. А у команды НХЛ он был богатый. Поэтому все, что можно было бросать в створ ворот, они это делали. Чувствовался, конечно, профессионализм каждого игрока. Они отдавались, ложились под шайбу. Ловили ее на себя. Сама по себе игра была не такая жесткая. Не скажу, что она очень была жесткая. Большой опытный мы приобрели этой игре. Жаль, что сейчас этого нету. В общем-то, мы на таких играх, на серьезных, с хорошим соперником росли. Мы ужали. Ну и набирались опыта. Майкухан — Восемьс ерово . Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова